велосипед merida mats speed первый раз вижу такую раму видите то есть она усилена везде накладки сделаны толстая нижняя часть такой вот классный бейджик эмблемка значит со слов клиента велосипеду примерно 20 лет мне кажется на самом деле меньше лет 15 может быть и 20 здесь у нас 9 скоростная трансмиссия и он весь полностью на dior и то есть у нас dior lx сзади переключатель dior передний и монетки комбо ручки dior я удивился представляете даже передние монетки комбинированные это dior то есть очень и очень древний велосипед весь на вибрейках и брейки тоже dior и велосипед можно сказать вообще в идеальном состоянии передняя вилка работает полностью работает передняя вилка но мы здесь будем все обслуживать то есть мы разберем полностью вилку мы помоем тормоза по моим переключатели переберем втулки поменяем всю трансмиссию то есть ролики и звезды цепь здесь среднюю звезду мы поменяем который изложит то есть большая звезда не изношена изношена средняя видно разницу в толщине зубов между малой звездой и средней и между большой и средней здесь будет у нас полная полная вообще техническое обслуживание сколько это возможно и пока у нас проблема с монетками монетки у нас к сожалению не работают есть вообще не щелкают никак никак не реагирует может быть там загустела смазка может быть там грязь попала будем разбирать монетки смотреть можно ли их починить или придется их менять потому что такие монетки на данный момент стоит чуть дороже 3000 за штуку сайте комбо монетки dior больше 3000 за штуку то есть уже если сделать скажем так полный ремонт то две монетки это уже там шесть с половиной тысяч примерно просто поменять плюс цепь 9 скоростная клиент хочет кассету диоровскую на 9 скоростей звездочки возможно каретку придется менять надо будет сначала снять все посмотреть и перебрать обе втулки с передней втулкой немножко там проблемка она похрустывает может быть ей плохо может быть нет сейчас узнаем что здесь еще интересно тормоза в смысле тросики на тормоз и на переключение не ржавейка видите в каком они сохране не окисляются не портится то есть вообще все замечательно и вот такие модные рубашки но клиент ездил только летом велосипед полностью чистый грязи практически нет сейчас я вот здесь покажу здесь только небольшое количество грязи на вилочке я нашел а так в принципе велосипед вообще в идеальном состоянии скажем так так что все сейчас разберем поменяем смазку и в рулевой тоже и вилки ее полностью отмой поменяя смазку и сделаем полное техническое обслуживание вот такой вот классический велосипед не представляю сколько он стоил свое время ну явно очень крутой был в тот момент когда его клиент покупал итак мы закончили ремонт этой модной мериды в целом у нас ушло примерно три дня работы потому что первый день мы разобрали вилку очень сильно она была грязная ржавая сейчас я вам фоточки ставлю покажу то есть она работала снаружи она такая чистенькая красивенькая внутри конечно было очень много ржавчины и первый день ушел на переборку вилки на переборку рулевой она на обычных подшипниках полузакрытых то есть мы их перебрали не в хорошем состоянии но смазку поменяли было много грязи и перебрали также монетки потому что монетки очень плохо щелкали и не цепляли то есть проблема была в чем то что там было очень много грязи смазка загустела и на холоде она вообще не работала пришлось отмывать и настраивать заново затем второй день у нас ушел на переборку двух колес потому что переднее колесо там был небольшой износ пришлось один конус полировать заднее колесо мы перебирали полностью и втулку и барабан это очень долго по времени что все это перебрать почистить отмыли переключатели и передний и задний то есть и оба тормоза они тоже были очень сильно грязные все это отмыли все это смазали и потом на третий день уже стали собирать велосипед значит возникла проблема какая первое шатун снять не удается потому что к сожалению он закис намертво при попытке выкручивания с помощью выжимки шатуна срывает резьбу на алюминий потому что у шимана очень тонкие витки и когда он закис и когда шатун надет на ось каретки без смазки он прикипает его вытащить практически невозможно поэтому пришлось надевать звезды через педаль и средняя звездочка она современного стандарта а здесь какие-то старые штаны чуть чуть не подлазила пришлось подтачивать саму звездочку сами посадочные места чтобы она нормально наделась на шатун это первая была проблема вторая проблема в том что здесь каретка она в хорошем состоянии но видимо то ли завода то ли может быть ее когда-то уже меняли она чуть чуть длиннее чем нужно буквально на пару миллиметров из-за этого передний переключатель очень туго закидывает на самую большую звезду а звезда здесь большая нестандартная она почему-то на 44 зуба то есть первая звездочка на 22 2 на 32 а самая большая звездочка почему-то здесь на 44 она больше чем нормально и приходится переключатель выставлять максимально низко то есть зазор меньше чем обычно и переключатель закидывают вот этим верхним выступом то есть он поднимает цепь наверх и самым самым вот этим краешком закидывает цепь на большую звездочку но в принципе все это настроилось все это отрегулировать а задний переключатель работать вообще отлично несмотря на свой почтенный возраст мы его весь отмыли поменяли ролики на новые и он работает замечательно вот смазочка еще чистенькая свеженькая дальше клиент принес сам звездочку очень долго искал звездочку на 9 скоростей именно dior таких звездочек в принципе в продаже нет в интернете найти невозможно нашли в локальном магазине звездочка на 9 скорости диоровская стоила 3900 и клиент принес свою цепь цепь к мс к качество хорошее дальше подрезали все рубашки но вот на заднюю рубашку к сожалению пришлось поменять кусочек поставили белую рубашку но она отличается от родных оригинальных родные оригинальные в нормальном состоянии все работает но пришлось подрезать там где-то по сантиметру с каждой стороны сами кончики рубашки она начала пушиться и поменяли один тросик потому что к сожалению распушился тросик на передний переключатель мой соответственно задний тросик поставили вперед а назад поставили новый шумановский нержавейка луженая такой ведь как он блестит бриллиантики такие маленькие вот он по идее не должен ржаветь то что вот эти вот видите тоже они свое служили много-много лет и не закисли так ну и настроили соответственно тормоза колодки не миллиарли колодки еще только наполовину стерты и поправили заднее колесо небольшая на нем была восьмерочка на переднем колесе все хорошо спицы натянуты отлично это соответственно с вот третий день настройка велосипеда то есть как бы грубо говоря три рабочих дня ушло на полное обслуживание велосипеда по деньгам получилось около 4000 с небольшим сама работа и около 2000 с небольшим это те запчасти которые приобретались мастерской а сам клиент получается потратил еще около четырех на звезду и цепь наверно тысячи две то есть грубо говоря весь ремонт велосипеда вышел наверное наверное и тысяч двенадцать это полное обслуживание переборка вилки переборка вообще всех подшипников единственно что мы не трогали здесь каретку то есть каретка пока нормальная я думаю что ее на несколько лет хватит потому что следующий раз чтобы менять каретку придется либо распиливать шатун чтобы его снять либо есть еще один такой вариант каретка здесь шимановской с пластиковыми чашками можно ее очень сильно феном нагреть и выбить или выдавить выпрессовать вместе с чашкой и потом уже саму ось каретки зажать в тиски и вот отсюда ее выбить или выпрессовать домкратом то есть для этого надо полностью каретку вытащить из рамы не выкручивая ее а именно выпрессовать вместе с пластиковыми чашками такой ремонт у нас получился merida mats speed очень-очень древний скажем так велосипед не знаю сколько ему лет но со слов клиента лет 20 я думаю что ему поменьше лет на на 15 но как бы вот он отъездил в отличном состоянии вилочки еще походят слух еще подслужат то есть я думаю что даже если ним кататься ну достаточно часто но в хорошую погоду я думаю до года два-три передняя втулка отходит задние тем более тоже на задний износ вообще нет она передний износ есть к сожалению потому что здесь вот уже конусам и чашкам не очень хорошо но всегда можно поменять потом на другую втулку и дальше катался получать удовольствие от езды так что такой вот небольшой ремонт как небольшой целых три дня ушло на полное восстановление вот этого замечательного велосипеда и и Продолжение следует...